Разберем кое-что из всероса муниципального этапа. Вот такая задача мне очень понравилась. Существует ли три ненулевых действительных числа А, Б и С? Существует ли А, Б и С три ненулевых вещественных числа? Тут даже подчеркивается вещественность, потому что для комплексных ответ другой. Ну точнее вообще, если мы все это будем решать в комплексных числах, то ответ другой. Такие, что все три уравнения имеют решение. Значит, что не система уравнений имеет решение, а три уравнения. Что три уравнения. Первое это А, Х квадрат плюс Б равно нулю. Ну из чего ясно, что если мы про комплексные не думаем, что А и Б должны быть разного знака. Вот, значит Б, Х квадрат плюс С равно нулю. И С, Х квадрат плюс А равно нулю. Вот, и нужно, чтобы все эти уравнения, все три уравнения имели решение. Или таких, значит, А, Б и С не существует. Ну, собственно, я на самом деле, ну да, можете поставить на паузу и подумать сами. А я сделал намек, который должен был вам помочь. Вот такое уравнение имеет решение в вещественных числах в том и только в том случае, если они разных знаков. Ну, еще, если один из них ноль, в принципе, да. То есть нужно отдельно разобрать случай, когда какое-то из них равно нулю и отдельно, когда не равно, да. Ну, давайте разберем первый случай, что пусть у нас какое-то из чисел А, Б, С равно нулю. Тогда посмотрим, где оно при Х квадрат стоит. Там, где оно стоит при Х квадрат, получается здесь ноль. И из этого следует, что следующее за ним, вот это число тоже равно нулю. Например, если А равно нулю, то из этого уравнение Б равно нулю. Но тогда из этого уравнения С равно нулю. А из этого, ну, из этого уже ничего не надо. То есть я к тому, что если хоть одно из них равно нулю, то мы по цепочке выведем, что все остальные тоже равны нулю. Вот. Значит, а условия, что не нулевые действительно и числа. Кстати, да, тут сразу было сказано, что не нулевые, так что этот момент можно было не разбирать. Но если они не нулевые, то тогда вообще сразу видно, что а и b разного знака, потому что а x квадрат равно минус b, да? И, соответственно, так как x квадрат не отрицательно, да? Ну а нулю оно опять же быть не может, потому что иначе b равно нулю. Вот. То есть если это уравнение имеет решение, то а и b разного знака, но также b и c разного знака. Но если а и b разного знака, и b и c разного знака, то а и c уже одного знака. И тогда вот это уравнение решение иметь не может, кроме как в комплексных числах. Вот такая вот задачка, простая, но поучительная.